всем привет мои дорогие друзья меня зовут сергей трейсер сегодня к нам приехал виталий зеленый рита приехала вот мой бубыч сидит и мы пришли чтоб покататься на катке вот вот там короче каток сейчас там такая машина ездит они ровняют лед и скоро мы там будем кататься виталий говорит что он никогда не ездил на катке я буду сейчас как бедди такой на льду очень давно я не катался на катке так смотрим виталик никогда не стоял на катке и рита тоже что у них будет получаться виталик ты как корова на льду блин только я отвернулся с камерой виталик уже на полу точнее на льду куда я камеру подержу я тут набрался уже камера этих всех видеоблогеров ты так хорошо катаешься мы уже научили риту кататься и виталика они уже научились кататься уже без бортика ездят в общем мы покатались 20 минут мне уже надоело я не знаю почему наверное потому что я не могу на я ничему новому научиться я вот когда ты научился прямо ехать и все я пробовал как-то даже когда ты на видео вроде снимал когда я задом пытался учиться ехать но у меня что-то вот ну вообще никак вот воле получается задом ехать покажи покажи как задом ездишь зад покажи лучше у меня никак не получается я ничему новому не учусь я не развиваюсь на катке никак ну типа свои навыки катания никак не развиваю поэтому мне наверное скучно ну и посмотреть как вот люди падают это конечно весело хочу за фигура корова дохла корова дохла походу корова уже сдохла я ем я ем когда я ем я глухий нем и на камеру не работаю я хочу вот такая какая такая покажи какая не хочу в общем наступил ребята второй день вчера мы покатались на катке ничего больше интересного не происходило сейчас такая знаете слякать на улице лучше бы уже снег пошел можно было в снежке поиграть какого-то снеговика слепить а сейчас такая слякать что на улице нечего делать ничем интересным не занимались сегодня пришли в другой торговый центр и пойдем сегодня прыгать на батуте вот ребята заказали себе бичлайн сделаю антирекламу вот короче есть такая сеть заведений в харькове но не только харькова но харькова очень популярная называется фрешлайн я называю в бичлайн не буду говорить почему бичлайн но я думаю название бичлайн само за себя говорит иногда да иногда показали обязательно нужно на джинсы одеть вот такие шорты потому что в джинсах нельзя прыгать из-за того что вот когда в джинсах есть всякие на ремнях железки вот эти вот железочки когда короче есть такие железки здесь нельзя оле нету таких железок она прыгает без шор ребята прошло еще минут 5 или 10 смотрите что оля научилась это реально прикольно это выглядит очень просто но если вы такого никогда не делали это сложнее чем кажется на самом деле давай показываешь понимаешь смотри ты ложишься чуть-чуть в таком положении нужно очень горизонтально ты сперва ногами ложишься а потом потом и тебя типа ударяет а если ты будешь одновременно всем прикасаться будет мягко давай вот красава почувствовала ты почувствовала одновременно приземлилась и совсем легко правда давай еще раз чуть-чуть короче отдохни минутку и порепетируешь сейчас оля порепетирует и мы вам покажем мастер-класс а тем временем пойдемте к виталию зеленому иди ты лучше к нам сейчас виталий зеленый нам покажет как он научился делать сальто это неважно показывает назад назад проще но с психологически проще передние но физически проще задние виталек назад ты будешь делать только шею не скрути вперед не так страшно но сложнее давай давай вперед я испугался сделал олены акробатические навыки уже оставляют желать лучшего но тем не менее на чему-то новому уже научилась давай опять рано раскрылась но все равно лучше чем было дай мне бутык либо тем не видел на колене перед своим господином я царь горой давай куда ты уходишь тут яма изолирована везде здесь яма пружинит ну все я тебя прощаю вот тут я ударилась вот тут вот прикиньте ребята оля прыгала на батуте но там если видите такое бежевое пятно это ее штукатурка она короче лицом такая такая знаете вот это замедлено жалко я не снимал я вообще не снимал короче там теперь пятно от ее штукатурки нету у меня штукатурки нету там пятна ты сама шутила там чуть-чуть там чуть-чуть в общем напрыгались устали светить красные горячие я мокрый вообще мокрый мне нужно брать одежду и выкручивать как мы на улице спрятали после меня их стирать будут или их тоже вот так по 10 человек их прыгают в месяц все не больше я постараюсь под разными углами показать может видно будет это шатурка я сам смотрю мне не под всеми углами видно короче оля сказала там нет ее штукатурки это не штукатурка тоналка смотри ладно на самом деле оле не так уж много тоналки но все девочки ими пользуются фу обслюняли на меня в котором уже есть примерно 16 в котором есть 16 а некоторые для 16 красятся некоторые даже мальчики тоналкой пользуются я помню когда была маленькая очень сильно хотела краситься брала мама там косметику так чуть-чуть накрасила ресницы потом их так стерла сколько лет было? где-то 13 или 14 так ты уже здоровая была ну маленькая а я вот остановился на том что есть даже некоторые мальчики которые пользуются тоналкой я таких ютуберов знаю ну они только во время видео подкрашиваются иногда но это не я ребят был выбор поездить на американских горках или полетать в инксюте но там просто высота высоты я не боюсь и там все мягко плавно просто вот летишь и все а на горках там больше всякой динамики такой и сейчас мы будем с бубчишкой не не бубчишка с бубочкой с бубочкой будем летать не летать а на горках едят все, погнали а, ветеран ие-хухухуху я только что когда катался Серега думал как оберег ахаха как оказалось ему тоже нравится аахаха Или сейчас если ближе пройду, у меня с ноги стукнет? Ставьте лайки! Вода брызгает! Есть такой момент, когда наезжаешь в воду, она на тебя брызгает здесь, отсюда. Не, ну можно было спокойно сидеть, но когда переиграешь, она так прикольная. Но когда переиграешь, она прикольная, ощущения совсем другие. Фу, под конец чуть-чуть это, подтошнило. Тоже подтошнило, мне там, мне там понравилось. Потом я, что, руки мокрости. Тебе понравилось? Да. Мне тоже очень понравилось. Я думал, что, ну, не так круто будет. У нас водичка есть. Только сильно много воды брызгало в лицо. Да. С вот этих штучек, вот. У меня в руках, смотрите, пять пицц. Я только что у себя в Инстаграме в истории сделал публикацию, что нам нужна помощь, потому что нас четыре человека. Ну, еще там где-то Рита с Олей идут. В общем, они за пивон купили, так сказать. Сейчас, короче, я снял такое обращение маленькое, что если кто-то с моих зрителей находится рядом, что пришли и помогли нам съесть. Потому что на четверых, я думаю, нам будет немножко много пиццы. В общем, стоим здесь уже целую минуту с момента, как я опубликовал в истории пост. Еще к нам пока никто не пришел. Не знаю, придет к нам кто-то или нет, но если придет, я буду рад поделиться вот этой, не знаю, надеюсь, вкусной пиццей, потому что она пахнет. Хотя кулек... Я кулек понюхал. Понюхай, Виталик, вот тут. Вот тут с дырок она... Короче, я даже видел дымок такой. Ребята, стоим мы уже здесь целых пять минут. Никто к нам так и не пришел. Возомнили себя суперзвезд, знаете. Типа, сейчас сделаю публикацию в Инсте. И тут, короче, сближаться мои подписчики. А мы уже стоим. Это выходной день, торговый центр. Очень такое людное место. Ну, никто к нам еще не пришел. Я предлагаю, ребята, начать первую пиццу уже самим кушать. Потому что она остынет, и к нам так никто и не придет. Вот, мы открыли первую пиццу и уже кушаем. К нам так никто и не пришел. Виталик, это будет файл, если никто не придет. Ну. Слушай, зато мы наедимся. Я сейчас буду как та девочка, которой на сходку никто не пришел. Да нет, никто не пришел, я купил вам пиццу. Ребята, прошло пятнадцать минут, никто не пришел. Мы нашли для пиццы вот такую вот тележку. Теперь будем возить на такой тележке. Мы съели уже целую пиццу. Ну, почти целую, у нас кусочек остался. Я думаю, почему же к нам никто не приходит? А потому что холодно, блин. И все сидят дома. У меня потому что мало времени прошло. Пятнадцать минут. Ну что, думаешь, никого в дафе нету? Просто... Просто, короче, это... Да, может, нету. Все дома сидят, потому что холодно. И правильно. Я тоже буду дома сидеть. Только весной выйду. Не так быстро люди может одеться. Прийти и приехать, возможно. Да не, ехать это тупо. Я думаю, что, типа, кто-то пришел, если бы он рядом находился. Ребята, пиццы больше нет. Все, пока. 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 Не стесняться, потому что пиццы у нас, как оказалось, чуть больше, чем нужно. Долго ждали, но пришли. Спасибо всем. Все, ребята, съели мы уже пиццу. Идем выбрасывать мусор. И идем домой. Не хочу больше в такую погоду выходить на улицу. В следующий раз, наверное, на улицу выйду весной. Когда вообще уже, знаете, все на улице будет зеленое, там, цветочки, небо голубое будет. Не люблю, когда небо серое. Даже видео какие-то серые такие. Вот летом, знаете, когда небо голубое, все такое яркое, сочное, насыщенное. В общем-то из-за тех кто то что не может mer Jedуя.